Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем Утро на Болткоме. Наш прямой эфир. И как мы уже анонсировали, сейчас посредством Зума, конечно, коронавирус тоже вносит свои коррективы в нашу жизнь. Посредством Зума мы сейчас будем общаться с президентом Латвийского общества врачей, семейным врачом Илзой Айселнец. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот время, конечно, тревожное. Может быть, такой вопрос связан именно с вашей непосредственной работой, как семейным врачом. Насколько сейчас прибавилась работа? Потому что есть разные мнения. Кто-то считает, что в период вот этой пандемии, коронавируса, люди стараются лишний раз без особой необходимости семейного врача не тревожить. Другие, наоборот, говорят о том, что очень сильно загружены семейные врачи тоже. Как у вас? Ну, семейные врачи очень загружены, потому что те пациенты, которые находятся в самоизоляции или которым нужна, скажем, там тот же самый больничный лист, очень много больших вопросов, которых надо решать. И семейные врачи не всегда имеют точный ответ, основанный на существующем законодательстве, что и как правильно делать. Поэтому много вопросов и очень много бумажной работы также. Я думаю, что не нужны бумажные работы. К сожалению, из-за того, что весной не было возможности проводить планированные лечения, исследования, тоже загрузка очень большая сейчас идет, чтобы решить эти вопросы. Вы говорите о бумажной работе. Это значит, что по-прежнему эта система, азлопоучная, ЭВСЛИБа, не работает в полном объеме, да? Нет, ЭВСЛИБа – это один вопрос. ЭВСЛИБа – там рецепты и больничные листы, это работает. Сейчас начали работать направления, но очень много справок надо было для школ и для разных, скажем… Учреждений, да. Кружков из спорта. Сейчас, конечно, все дети сидят опять дома, но все равно детские сады… Можно сказать, что ребенок не пришел в детский сад или в школу один день, но обязательно нужна справка врача, что он не болел ковидом. Но это, я вам честно скажу, это несерьезно. Конечно. Да, вот я так понимаю, что вопросы тестирования тоже зачастую должны решать семейные врачи. Кого отправлять на этот тест на ковид? Нет, знаете как, но по тестированию на ковид имеются критерии. Кто имеет возможность делать этот тест за государственные деньги, которые нет. Но я хочу сказать, что по сравнению с мартом и с началом апреля, конечно, круг тех жителей, которые подлежат тестированию за государственные деньги, оно выросло, и возможностей намного больше. И тестирование, конечно, очень важно. Вот вы сказали, может быть, не медикам, поясните, вы сказали, что это выдача справок о том, что там ребенок не болен ковидом, это несерьезно. Почему? Ну, потому что вы же не можете, если ребенок был… У него был маленький насморк, или у него он выздоровел за один день. Горло чуть-чуть поболело, да. Ну, зачем ему делать тест ковида? Это же логично, есть критерии. Но, скажем, 100% семейному врачу написать, что у него нет ковида, тогда надо проводить другое тестирование. Я надеюсь, что эти тесты будут доступны в Латвии. Семейные врачи уже проводят тестирование, некоторые, особенно в регионах. Но я думаю, что надо все-таки думать, если это насморк один день, есть ли смысл это делать. Если был контакт с кем-то, кто болел ковидом, то, конечно, даже насморк один день у ребенка имеется как бы критерием для того, чтобы проводить анализы. Но я думаю, что нам надо как-то по-другому вот эти справки для школ менять в стране. И я думаю, также больничные листы. Я очень долго говорю уже о том с работодателями, что у нас эта система двух больничных листов, больничный лист А и больничный лист Б, мы должны прекратить. Многие страны имеют такую форму договора между работодателем и его сотрудником, что в течение года человек может болеть в нашей части планеты Земля. Ну, мы можем 2-3 раза в год болеть насморком, простудным изоболеванием, каким-то острым изоболеванием. Это вполне обычно, да. Да, и поэтому человек имеет возможность два дня остаться дома. За это ему работодатель платит не 100%, а 70 или 80%, но ему не нужна справка от врача. И таких дней ему могут набраться за год 8-10 дней, как в какой стране. Но вот этот первый день, когда он заболел, он не идет на работу, он остается дома, быстро выздоравливает. Это всем хорошо. И не интересует остальных коллег. Это правда, да. Вот насколько увеличилось вообще количество домашних визитов, которые вы как семейный врач вынуждены делать? Я не могу об этом сказать. Понимаете, я могу сказать, в своей работе у нас не особенно. Потому что COVID мы стараемся... Ну, есть пациенты, которые лежащие, которые после инсульта, конечно, я их навещаю дома, чтобы понять, какое у них состояние здоровья. Но, в принципе, по всем условиям мы даже... Если мы не знаем, что это за острое заболевание, я могу идти на домашний визит, только если я в полной одежде... Экипировка вот этого, да. Но есть у вас такая одежда? Есть, да, конечно. Вот мы знаем, что недавно появилась такая новость. С одной стороны, вроде бы логичная, учитывая опыт других стран Европейского Союза, например, Италия, где количество зараженных зашкаливало. Но для Латвии это было непривычно. Вот такое заявление прозвучало, что, возможно, если пандемия в Латвии будет усугубляться, то придется вот этих пациентов при доставке в стационар ковидных каким-то образом делить. Вот как вы вообще к этому относитесь? И действительно ли у нас может возникнуть такая ситуация, когда больница будет работать буквально как на фронте? Ну, понимаете, я хочу сказать, что это называется триаж больных. Триаж, он производится во время войны, а также во время эпидемии. Триаж пациентов в Нью-Йорке проводится в случае эпидемии гриппа. И такие руководства имеют очень многие страны на национальном уровне, как, например, Швеция, Германия, Австрия. Те страны, которые поменьше по своему количеству жителей, они имеют на национальном уровне. В Соединенных Штатах Америки мы понимаем, что каждый из штатов, по своей сути, это отдельная страна, и в Нью-Йорке имеется свое руководство. Это рекомендации. Во-первых, мы не можем их называть руководствами. Это неприказ, да, это рекомендации. И такие же весной реаниматологи нашей страны, которые знали, какая ситуация в Нью-Йорке, какая ситуация в Италии, они сами начали разрабатывать эти рекомендации. Почему? Потому что если наступит этот час икс, когда будут три аппарата, а пять пациентов, там два варианта. Или же вы имеете руководство, на основе которых консилиум врачей принимает это решение, или же надо просто делать какой-то процесс лотереи, кто же останется у вентилятора, а кого отключат. И такая методика тоже имеется, но я не думаю, что это методика нормального мира. И поэтому такие руководства, которые до сих пор в Латвии не были, а они были созданы в конце марта-апреля, участвовали в биоэтике, участвовали юристы, и все участвовали. И знаете, что мне интересно, и эта дискуссия уже проводилась весной. То, что меня, конечно, как-то смущает, то, что почему-то это всё как-то показалось через 10 дней назад, вдруг все начали об этом дискутировать. Вопрос, кому это выгодно и кому это надо. Это ничего не даёт. Ясно то, что такие рекомендации должны в стране существовать. В Нью-Йорке проводились, в Швеции, в Австрии большие дискуссии с жителями. Я могу сказать, нет, в Нью-Йорке побольше. Мы можем проводить эту дискуссию, и дискуссия будет, потому что сейчас есть ещё один вопрос, который не решён в нашей стране. Это возможность высказать своё желание, не проводить реанимацию. Например, я как человек, как пациент, не как врач, я не хочу, чтобы, если у меня там инсульт, и у меня будет тетропорез, я буду лежать просто на кровати ещё несколько лет, я не хочу, чтобы меня реанимировали в таком состоянии, и я могу написать такое письмо. К сожалению, в Латвии это пока невозможно, потому что у нас нет такого законодательства. И вот тогда будет проводить очень широкая дискуссия со всеми жителями, с юристами, чтобы понять, как же этот процесс в Латвии проводить. Ну, можно, я понимаю, что это тема отдельного разговора, больше, наверное, в том числе с привлечением психологов, но вполне возможно, что вот эта информация, которая появилась, я так предполагаю, о том, что возможно как-то делить вот этих пациентов, связана с тем, что, ну, наверное, паника всё-таки, ну, паника, может быть, не то слово, но тревога в обществе нарастает, мы же понимаем. Нет, я не думаю, что из-за этого. Весной было ещё похуже. Паника, и мы не знали. Сейчас мы знаем то, что очень хорошая публикация была три недели назад в The Economist, что число больных ковидом выросло, но, скажем так, смертность, она снизилась. Почему снизилась? Потому что мы знаем, как начинается заболевание, кто в группе риска, кому надо вентилятор. И сейчас очень мало, уже в середине апреля все врачи Нью-Йорка в Ютьюбе уже и в Фейсбуке кричали, что не надо вентилятора, просто давайте кислород и посадите всех, у которых снижается оксигенация, то есть концентрация кислорода в крови. Потому что и есть медикаменты, я думаю, что паники нет. Я думаю, там другие причины. К сожалению, в таких случаях, когда сложная ситуация, есть люди, которые хотят свою какую-то политическую пользу от этого получить, ну, жалко. Я не думаю, что это время, когда надо какие-то политические игры играть. Сейчас надо всем понять, чем мы должны заняться, и что мы, наконец-то, должны быть ответственны к себе и к окружающим. Нет такого ощущения, что настало время, чтобы снова вести чрезвычайную ситуацию, потому что мы, конечно, можем призывать к сознательности общества и будем надеяться, что такая сознательность будет, но все-таки государство должно подумать, что придется действовать и более решительно. Знаете, как там очень многие факторы, поэтому я не думаю, что надо останавливать всю жизнь, всю экономику. КОВИД, он никуда не пропадет. Мы должны научиться жить с КОВИДом. Это самое главное. То есть вы не очень верите, что сейчас будет какая-то чудодейственная вакцина, всех привьют на каком-то этапе, и КОВИД исчезнет? Я так не думаю. И понимаете, как? Но КОВИД, мы не знаем, он исчезнет или не исчезнет. Это я не могу сказать. Я не являюсь, скажем, ученым, который занимается в этой сфере. Конечно, вакцина и поможет. Есть разные мнения по вакцине о самом Антоне Фауче. В мае в BBC в своем интервью у него она была совсем другая. Нужно сказать, я сама слушала это интервью. И очень интересно. Я бы хотела вот это интервью. Надо было бы прослушать, что он говорит. Это очень интересно. У нас есть немногие вирусы и другие бактериальные заболевания, которым, к сожалению, не так просто сделать вакцину. Вопрос, конечно, есть вакцина. Уже некоторые страны создали вакцину. И создается третья фаза. Уже проходит сейчас. Некоторые компании уже это проводят. Во-первых, побочные действия. Мы должны всегда продумать их. И, ну, скажем так, вирусы, они любят очень быстро меняться. Ну, как, например, вирус крипы. Мы должны делать вакцину каждый год к этому вирусу. Поэтому я думаю, что мы должны научиться и понять, что такое COVID. Вообще не только COVID. Понимаете, у нас очень много острых респираторных заболеваний из-за того, что у нас не прочищена вентиляция. Годами, годами не чистятся вентиляционные системы. Нет внутренней, скажем, дезинфекции. То же самое ультравиолетовыми лучами. Нету такого вообще. Об этом никто не думал. Всех посадили в одну комнату. Тысячи людей в одну систему. Там бьет, проворачивается один и тот же воздух. И никто не думает, что с этими людьми будет. Абсолютно право. Иногда говорят о том, что надо прочистить вентиляцию на кондиционер в машине. А то, что люди годами живут в помещениях, нет такой прочистки. Об этом никто не говорит. Особенно, понимаете, это же не обычно, это не дом, это не квартира, это помещение, где много собираются, много людей. Рабочие в том числе помещения. Рабочие помещения. Об этом вообще никто не говорит. Мы просто должны думать, как мы устроили рабочие места для многих своих сотрудников. Если мы говорим о системе здравоохранения в целом, мы знаем, что сейчас все-таки в бюджете, по крайней мере, тот вариант, который поступил, все им заложены средства на выполнение закона, наконец, о финансировании здравоохранения и об увеличении зарплат медикам. Что вы по этому поводу думаете? Предусмотрено ли в рамках этого увеличения финансирования и доплаты семейным врачам? Там чуть-чуть другая ведь система, вот эта система капитации. Чуть-чуть поясните. Ну, в системе капитации тоже, в систему капитации же входят... Да, зарплаты в том числе, да. ...зарплата семейного врача и зарплата медсестрам семейных врачей, она идет отдельно, значит, повышение будет. Я хочу, чтобы все это нести до сведения всех, что это увеличение зарплат не будет у тех врачей, у которых уже нормальные зарплаты, скажем так. Мы главным образом фокусируемся на увеличении зарплат медицинских сестер, помощников врачей, тех медицинских работников, которые помогают медсестрам и врачам, как мы раньше называли санитарам, и другим техническим работникам. И также очень важно, чтобы были хорошие зарплаты у интернистов и молодых врачей, чтобы они оставались в нашей стране. То есть вы считаете, что вот это такой вот приоритет, да? Это приоритет, это всем ясно, это уже сказано, что это приоритет. Вот отдельные политики, говоря о повышении заплаты медикам, постоянно говорят о том, два момента, на что они обращают внимание, что нужно опять тогда выработать какие-то критерии качества, в том числе работы семейных врачей, и надо подумать, как улучшить доступность для пациентов в медицинской помощи, что в принципе аналогично. Вот как бы вы это прокомментировали? Ну, знаете, во-первых, критерии качества семейные врачи уже имеют больше чем 10, по-моему, уже 13 лет. Очень конкретные критерии качества. По сахарному диабету, по артериальной гипертензии, по заболеваниям сердечно-сосудистых заболеваний, по онкологии, также по диагностике онкологических заболеваний, на какой стадии проводится диагностика семейным врачом. Так что семейные врачи, эти критерии, они соответствуют тем критериям, которые в других странах. Ну, я думаю, что как раз идет речь о стационарной помощи, о критериях для стационарной помощи, которые тоже сейчас уже были выработаны, сейчас будут пересмотрены. Я думаю, что самое главное, то, что как мы нагружаем, ну, вообще, и какой запрос, и откуда идет запрос на исследование. Например, самые большие любители магнетического резонанса спины, там, разных частей спины, это физиотерапевты. Если они работают с пациентом, у этого пациента там что-то не проходит, они говорят, так, дорогой, тебе нужен магнетический резонанс спины. И у меня, когда всегда ко мне приходит кто-то из моих пациентов, говорит, знаете, я там работаю с физиотерапевтом, я уважаю очень физиотерапевтов, но все-таки мы должны создать какие-то общие рекомендации, когда же мы направляем пациента на это исследование. Это дорогое исследование, в большие очереди, или пациент должен платить свои деньги. И, знаете, когда приходят ко мне пациенты, я говорю, ну, знаешь, вот по критериям, ну, тебе не надо этот магнетический. Я не думаю, что нужен магнетический резонанс, мы можем произвести другие исследования, исследования, которые не такие дорогостоящие. Но, понимаете, пациент, он между двумя мнениями, и он начинает не верить, и это очень нехорошо для здоровья человека. Поэтому есть такие маленькие вещи, которые мы могли бы сделать, просто сотрудничая между разными специальностями, которые бы улучшили качество и доступность разных исследований в нашей системе здравоохранения. Не всегда нужны деньги. Иногда нужна хорошая коммуникация и сотрудничество. Ну, нет такого все равно ощущения, что те, кто могут платить, я понимаю, что все это очень относительно, кто там может на каком-то этапе, но те, кто могут платить, они уже морально готовы к тому, что, ну, вот они обратятся к своему семейному врачу, и он скажет, ну, вот надо бы посетить, вот, не знаю, такого-то специалиста или такое обследование, не помешало бы. Да. И человек уже, в принципе, морально готов, чтобы, особенно если это человек работающий, что он будет там куда-то записываться, ждать какие-то квоты, стоять где-то в очереди, он уже морально готов, что он должен открыть кошелек, пройти это обследование как можно быстрее и понять дальше, что делать. И это будет, не знаю, хорошо для всех, если так можно сказать. Ну, я вам честно скажу, я не думаю, что, во-первых, если семейный врач понимает, что это очень серьезная ситуация, и пациент должен получить это исследование, у нас есть возможности. Это, если у нас есть хоть какая-то, ну, скажем, если мы думаем об онкологическом заболевании, у нас есть зеленый коридор, который хорошо работает. Да, он работает? Он работает очень хорошо. Так что я не думаю. Я не думаю, у нас есть возможности. И все-таки, ну, знаете как, здравоохранение и расходы на исследование и на лечение, это все-таки солидарный процесс. Я бы хотела, чтобы не надо было людям в нашей стране свои частные деньги и тратить на такие цели. Мы все-таки должны создать систему, где человек, богатый он, бедный, здоровый, старый, молодой, юный, все должны иметь одну такую... Одинаковые возможности, да. ...четыре зрения, то, которое они должны получить. Ну, пока мы далеки, да, наверное, еще от этой системы. Я думаю, что не так мы далеки. Понимаете, ну как, мы живем в системе, когда мы хотим... Вот решил, вот с врачом переговорили, что, может быть, надо монетический резонанс. Хочу это сделать в течение недели. Извините меня, даже в Соединенных Штатах Америки, где люди готовы платить, они все равно ждут даже три недели, чтобы... Да, около месяца. Немножко ждут. Да, вот если мы говорим об актуальных проблемах общества врачей, которого вы возглавляете, что все-таки вам кажется важным? Вот вы упомянули, наверное, вот эту подготовку молодых специалистов и то, чтобы они, конечно, оставались в нашей системе здравоохранения, поскольку, ну, мы знаем, что возраст, вот средний возраст врачей, особенно семейных в регионах, ну, там уже иногда зачастую человек уже давно на пенсии, но он продолжает работать, и если говорят, что если он уйдет, вообще там не будет, в этом округе не будет семейного врача. Да, такое есть, к сожалению. Молодые врачи не всегда хотят идти работать в отдаленные точки, в отдаленные... Что понятно, да. Должны все-таки придумать, какие есть возможности у этого молодого специалиста там хорошо жить, какая у него квартира или дом, и какая дополнительная оплата, какую дополнительную оплату или возможность куда-то поехать учиться дополнительно этот специалист имеет. Он еще должен ведь передвигаться, и машина, в общем, все эти вопросы надо решать. Все вопросы надо решать, и это решается. Это очень зависит от местного, от муниципалитета, как муниципалитеты решают эти вопросы. А что касается вообще вот интернов, последнее все-таки ваше наблюдение, они могут здесь все-таки пройти интернатуру? Я так понимаю, что было ограниченное количество мест, которые государство оплачивало. Какова сейчас ситуация? Ну, в нашей резидентуре попадают все. Ну, и интерны, резиденты. Мы поняли друг друга. Да, понимаете, резиденты, ну, было бы хорошо, если бы мы имели столько же мест для продолжения после дипломного облучения, сколько заканчивают молодых врачей в ВУЗ в этом году. Но для того, чтобы мы могли эти места обеспечить, мы должны иметь иметь примерно 5 миллионов дополнительных денег, 5 миллионов евро каждый год в нашем бюджете. Да, большие, с одной стороны, вроде бы звучит, что это большие деньги, на самом деле в масштабах бюджет не стоит. не стоит. Понимаете, это молодые врачи, которые закончили медицинский ВУЗ, которые хорошие, молодые врачи-энтузиасты. И 5 миллионов, это немного, они очень много могут сделать в системе здравоохранения, чтобы сделать нашу систему более доступным нашим пациентам и более качественной, потому что, если будет больше этих молодых врачей, возможность коммуникации, индивидуальной коммуникации с пациентом увеличится, и, конечно, качество и удовлетворенность пациента в системе здравоохранения повышится. Как Вы вообще сейчас оцениваете, вот одно время были, конечно, очень напряженные отношения, прежде всего, связанные с тем, что политики не были готовы выполнить даже то, что записано в законе. Как Вы сейчас, вот этот диалог, может быть, не знаю, так это звучит, наверное, цинично, но, может быть, пандемия каким-то образом помогла и политикам осознать вот важность, как это ни странно звучит, важность вообще медиков вот в стране? Ну, знаете, я хочу сказать, что пандемия заставила осознать важность медиков и системы здравоохранения политикам не только в Латвии, но и в многих других странах. И если сравнить с Латвией, то в других странах осознание серьезности ситуации, оно, можно сказать, более высокое. Поэтому, например, во Франции увеличение заработной платы медикам будет ну, очень оценимая в следующем году и также в Германии. То есть там будет значительное повышение, да? Да, и что значит, что наши молодые врачи все-таки, если там зарплата 4-5 раз больше, чем здесь, они, наверное, будут искать место, где лучше заработать и лучше жить. Это такой серьезный сигнал, еще один вызов политикам. Да. Вот, да, сегодня было интервью по латвийскому радио, да, вот, руководителя службы неотложной медицинской помощи, она тоже затронула такую проблему выгорания. Понятно, что медики перегружены, очень уставшие. Что с этим вообще делать? Как вот что-то можно предпринять в этой ситуации? Да, в этой ситуации надо, мы не можем ничего предпринять в течение месяца или полгода, но мы должны понять, что по сути у нас вот те тарифы, которые в больницах или тот объем работы, который должен проводить один медик, это одна медсестра или один врач, они, этот объем очень большой. Там, где должны работать пять медсестер, у нас работают две. Нагрузка возрастает, соответственно, да. Возрастает, понимаете, ну как, ну не может же быть, что в отделении, где там 40 пациентов, ночью дежурят только две медсестры, это такое нельзя. На одну медсестру даже ночью 10 пациентов. И это очень большая проблема. Но если это все пересчитать, то мы поймем, как сложно в нашей стране и сколько на самом деле не хватает денег. Потому что когда мы идут эти все дискуссии, там столько процентов ИКП, этого ВВП ВВП Сколько процентов и сколько процентов бюджета это один вопрос. Но идет вопрос, сколько денег в евро мы тратим на одного пациента в год. В этом году Латвия тратила 636 евро на одного жителя в год. Эстония в этом же году тратит почти тысячу триста. больше, чем тысячу триста. В два раза. Главное посмотрите сколько страна тратит государственных денег на одного жителя в год для его здоровья и здравоохранения. Правда оппоненты сразу начинают говорить о том, что у нас выделяется денег достаточно, что она нецелевым образом используется, большие траты на административный аппарат и так далее. Неправильно, но есть где-то большие заплаты у некоторых работников, но в целом это не так. Какие траты? Какие траты из 636 евро? Извините меня. У нас, между прочим, если мы говорим о национальной службе здоровья, их административные траты очень маленькие. Маленькие. Очень маленькие, меньше, чем 2%. Вот может быть возвращаясь к тем, с чем иначе, наш разговор, ведь очень часто и сами пациенты обращают внимание на загруженность, особенно семейных врачей, и жалуются, что в результате у врача остается не так много времени на пациента, чтобы уделить ему внимание, ну не знаю, те, кто пришел на прием. Вот что все-таки учитывая ваш опыт и как семейного врача, и как президента общества врачей, нужно сделать в таком, не знаю, неотложном образе, чтобы все-таки уменьшить такую нагрузку, скажем так, ненужную на семейных врачей? Ну я думаю, что во-первых, нам надо все-таки сделать так, чтобы было побольше семейных врачей. Я уже долго лет провожу дискуссии с министерством и с Национальной службой здоровья, что все-таки мы должны как-то подсчитывать, что 1500 пациентов на одного семейного врача и не больше. Конечно, очень много времени нашего дня у семейного врача уходит на, я это называю папирологии или бумагологии, потому что очень много надо тратить время, чтобы создавать разные, я считаю, ненужные документы. Если бы мы все-таки были более рациональны по запросам на какие-то справки, а также в э-здоровье работало бы более эффективно, время бы освободилось на разговор с пациентом. Да, вот может быть такой вопрос, который во время от времени не возникает, связанной с выпиской рецептов, с этим люди часто сталкиваются. Можно ли сказать, что сейчас уже в принципе такие основные проблемы решены и с точки зрения работы ЭВС, либо хотя бы по выписыванию рецептов и в принципе понятны принципы и самим пациентам, что выписывается более гибкая система химической формулы, а не только название. Вот может быть чуть-чуть это поясните. Это мы выписываем сейчас медикаменты по международному непрозентированному названию. И это, конечно, хорошо, но с другой стороны ЭС-здоровье создано так, что врачу выписать по фирменному названию пять раз легче, чем по этому международному названию. Значит, система АЭС-здоровье должна была быть сделана наоборот. Почему это так было сделано, я не могу сказать, но сейчас до сих пор изменений нету, и чтобы выписать пациенту льготный рецепт с компенсацией с международным непротентированным названием намного сложнее. То есть если все-таки обычный рецепт условно говоря за счет пациента, то тут все проще. да? Да. Да, вот фактически в завершении конечно все время понятно, что эта тема COVID-19 будет нас преследовать еще какое-то долгое время. Все-таки я понимаю, что это может быть больше вопрос к эпидемиологу, но все-таки ваше мнение по какому пути все общество, не только на власть должна сейчас пойти, не знаю, по пути ведения каких-то еще более жестких ограничений, ну фактически как во многих странах сейчас пытается вернуться, запереть людей дома с одной стороны, или все-таки вы считаете, что вот это вот то, что сейчас мера принимается, там не знаю, ограничить там скопление людей, какие-то кружки не проводить, вот такие точечные, я бы сказал, ограничения, они более эффективные, как вам кажется? Я думаю, что точечные ограничения более эффективны, и самое эффективное это осознание каждого жителя нашей страны, что если у меня имеется симптомы острого респираторного заболевания, не надо никуда гулять, надо остаться дома, знаю, это ковид или не ковид, надо остаться дома, информировать всех, что заболел, и то, что должно измениться на уровне государства, мы должны изменить то, как мы выдаем больничные листы. Я бы советовала всем работодателям в данном этапе тоже не запрашивать эти больничные листы, конечно, будут люди, которые будут это использовать не так честно, но я думаю, что от этого будет меньше проблем, чем от того, что вот этот человек с острым респираторным заболеванием придет на работу. Это во-первых. Во-вторых, очень важно все-таки думать об иммунитете. Иммунитет самый главный, помощник и врач, внутренний и врач по отношению к всем вирусным заболеваниям. И поэтому, если мы загоняем людей куда-то, заставляем их сидеть в квартире, они не могут встречаться со своими близкими, стресс повышается, иммунитет падает. Польза от этого никакого. Да, ну вот тоже такой, может быть, вопрос, появилась информация о том, что возросла смертность, например, от рака молочной железы. Может быть, люди из-за этой пандемии боятся лишний раз обратиться к врачу. Ведь действительно, мы должны не забывать, что при всей вот этой, не знаю, пандемии это все очень крайне неприятно. Есть еще целый ряд, не знаю, хронических заболеваний и других заболеваний, когда нужно людям своевременно оказывать помощь. Я об этом говорила уже весной, писала письмо даже нашему премьер-министру, что мы не должны останавливать работу всех медицинских учреждений из-за ковида, что исследование и лечение хронических заболеваний, а также своевременная диагностика должна быть и жизнь не должна останавливаться. Ну да, фактически то, что мы какой-то период остановили плановую помощь, я не думаю, что это в результате отыгрывается. Я могу сказать, что спасибо всем нашим политикам и ответственным лицам, которые вслушались в медиков, не только в эпидемиологов, но и о том, что мы все говорили, что нельзя приостанавливать. Мы можем ограничиться, но мы должны продолжать работу. Да, потому что в итоге плановые больные потом станут неплановыми, если так можно сказать. Правильно, полностью с вами согласна. Спасибо большое президент общества врачей и семейного врача Узе Айселнецца. Была у нас в прямом эфире посредством Зума. Большое спасибо.